Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Ну что же, у нас закончился турнир и давайте забирать нашу награду. Так, Лига Мастеров 1 звезда и ребята 8400 сюрикенов, 40 ДНК на Донателло, значит мы его сегодня можем проапать, 90 золотых осколков и 55 платиновых, отлично, это шикарно. Так, зайдем сразу в магазин, бесплатно откроем колоду, кто нам там достается, король что ли, крысиный? Точно, точно, именно он. Так, ну что, елки ты палки, вау, погоди-ка секунду ребят, ага, вот он, вот он Донателло ролевой. Ну что же, давайте его развивать. Ну что же, он у нас получает третью серебряную звезду и у него открывается пылающий огненный шар. Дон бросает во врага огромный огненный шар, разрушитель, да? Вероятность 30% вызвать отложенный урон в течение одного хода. То есть, получается это постепенный, да, урон? Хорошо, ребята. Прокачать его может маленько? Погоди секунду, у нас же там что-то еще вроде бы как есть. Да, у нас можно перевести персонажа в золотой ранг. И знаете, кого я переведу? Острозуба. Спросите, почему? Потому что, ребята, мне нужны провокаторы. У меня очень их мало. И поэтому именно Острозуб как провокатор на это дело у нас пойдет. Все, у меня хватает? Да, у меня хватает всего. Поэтому круто, ребят. Ха-ха. А, 4 золотые звезды. Так, ну и можно, наверное, его маленечко прокачать. Так как это у нас провокатор, он должен быть крепким. Ух ты. Так, мы можем с вами вожак. Это у нас пассивка. Острозуб угрожающий ощетинивается. В начале хода есть вероятность здесь процентов усилить физическую защиту на 50%. Хух, улучшаем, конечно же. Конечно же, нужно это дело улучшать. Ну что, ребятушки. У нас задания все выполнены? Да, все выполнены. И еще в магазине. В магазине у нас достаточно монет. 124. И мы с вами будем на этот раз, наверное, искать лису Алапекс, я думаю. Да, будем прокачивать ее. Отлично. Так, а по жетонам у нас, кстати, что? Давайте посмотрим. 430 нам... О, еще долго. Еще много нужно копить. Ну что, давай посмотрим, что у нас, ребята, на испытания новенького. Значит, у нас ярость Рафа на этой неделе, да? Борцы с преступностью и испытания Черепашья Буря будет. Естественно, все это будем проходить. Но сначала мы с вами пойдем на турнирную арену. Кстати, нужно будет еще осколки понабивать. Об этом не стоит забывать. И, кстати, у нас будет разыгрываться Леонардо Ролевой. Кстати, тоже стоит побороться за него на этой неделе. Ну, поехали. Приступим. Так, ну что, для начала все здесь легко и просто будет, да? Начнем, пожалуй, мы, наверное, с Сергея. Кстати, там уже сразу 20 уровни почему-то пошли. Ладно, хорошо. У нас все равно с вами начинается все вот с таких вот довольно сильных бойцов. И я думаю, что мы здесь все пройдем с вами на изи. Постараемся сегодня никого не потерять, как мы это с вами обычно делаем. Я хоть кого-нибудь даст фейлю. Да ладно, Карайка, успокойся, пожалуйста. Не надо тут буянить лишний раз. Ух, просто нет. Я думал, что всех с одного удара будем ложить, но не тут-то было. Но, тем не менее, прошли. И мы сразу двигаемся дальше. Сейчас посмотрим, как мы с вами бустанем. Будем, как говорится, за один бой перелетать в следующую лигу или нет. Так, воин одна звезда. Естественно, воин сразу две звезды. 70-я позиция. И мы выдвигаемся с вами дальше. Так, смотрим. Я думаю, что здесь возьмем, наверное, Дмитрия. Да, будем разбираться именно с ним. Так, Дмитрий. Кого бы нам? Возьмем Рокстади, Шенигами и Донателло. Они 30-го уровня. Мне, кстати, нужно, ребята, вот этих вот героев, которые 30-го уровня, всех повышать хотя бы до 40-го. И тогда будет у нас залог успеха. Мы будем с вами довольно быстро и легко проходить все это дело, да? И быстро продвигаться. Еще быстрее, чем сейчас даже. Так, ну что? Давай-ка так сделаем, наверное. Опа, ага. Устояла. Ненадолго, правда, да? Ну, упал. Да, Шенигами, кстати, крепкая. Может быть, нам надо было лучше ее искать, чем Алапекс. Нет, ну Алапекс мне тоже нравится. У нее есть массовая атака. Кстати, по-моему, у Шенигами, по-моему, нет массовой атаки. Или я просто не знаю этого. Ну что же, двигаемся дальше. Мы с вами в Лиге Войнов 3 звезды. И здесь мы будем с вами выбирать Мырза. Давай-ка возьмем Мырзу. Ну, у него 25-й максимальный уровень, да? Опять же, все в серебре пока еще, кроме Рокстеди. Отлично. Я думаю, что, наверное, все-таки справимся. Хотелось бы мне в это верить. У меня очень много здесь сейчас бронзовых героев. А у него все-таки серебряные. Так, инициатива. Елки-палки ускоряет. Ускоряет команду Мандагека. Так, нам нужно наказать, наверное, с вами в первую очередь, конечно же, Кирби. Так, ну-ка, пощечинку получил. И будем теперь... Секунду. Нейтрализатор. Да, давай, наверное, его будем ушатывать. Опа, постепенный урон. Это хорошо, кстати. Постепеночка. Это всегда меня радует. Что он делает? Диски пускает. Полежи, отдохни. Так, дальше мы, наверное, возьмем с вами в оборот именно Рокстеди. Блин, я думал, пробьем. А так шикарно. Так, постепенный урон у нас висит. Это, кстати, ребята, плохо. Но я думаю, что мы успеем забомбить Мандагека. Да. Так что зря я переживал. Ну что же, а мы двигаемся с вами дальше. Я надеюсь, что сейчас мы перейдем в следующую лигу. Проверим. Мою теорию. Да, ребята, мы в элите. 80-е. А, 80-е даже. Я думал, 81-е позиции. Нет, 80-е. И смотри-ка, как хорошо все складывается для нас. Вот здесь вообще великолепно. Очень много бронзы. И, кстати, да-да-да, острозуб серебряный. Это, кстати, провокатор, который у нас сегодня будет выступать в роли тоже провокатора, но 40-го уровня. Так, ну что, берем Пита. И берем оригиналов. Все черепашки практически нет. Но если бы Пита не было бы, да? У нас бы был бы четвертый оригинал, по-моему, которого у нас еще пока нету. Ну, давайте будем разбираться. Бросим бомбочку для начала, естественно. Массовая атака. Хм. Слушай-ка, давай-ка... Я даже не знаю, кого нам... По идее, нам нужно убрать Лео. Но я боюсь, что сейчас возьмет острозуб провокацию. Ну-ка, посмотрим. Ай-яй-яй. Так, а если вот так мы сделаем с вами? Шуга. Ха-ха-ха. Круто. Да ладно. Крис, успокойся. Это тебе не поможет. Вот он взял провокацию. Но я думаю, что мы... Хорош. Еще маузер у тебя есть. Ладно. Так, мы можем с вами вот так вот, ребята, это все дело сделать. Это у нас иммунитет. Наверное, я не вовремя его поставил. Но все равно лучше поздно, чем никогда. Да что ж ты будешь делать? Ты посмотри, какой крепкий, а? Малый. Все, отдохни. Пит. Ребята, у меня пит под угрозой. Давай-ка захиляемся. Заодно всех своих ребят под... Как говорится. А вот у нас, ребята, можно было что-то применить. И мы бы с вами все антибафы могли бы стереть с себя. Ну, да ладно. И так прошли. Ну, что ж. Выдвигаемся с вами далее. Посмотрим, кто у нас там будет. Так. Да смотри-ка, что происходит. Мы с вами в элите. Уже две звезды. Но 99-я позиция. То есть, получается, нам нужно будет с вами провести два боя. Хм. Так. Син, Кенни и Томас. Я, наверное, возьму знаете кого? Я, наверное, возьму Сина. Да. Приступим, пожалуй, именно с него. 29-й максимальный уровень. Я смотрю, здесь у него, да? Это Бакстер. Раз, два, три. И, кстати, вот это вот опасно, на самом деле. Мы с вами возьмем... Хм. Кого-нибудь покрепче. Провокатора, да, желательно? Давай вот так вот сделаем. Я надеюсь, Крип выдержит натиск противника. В своей провокации, естественно. Так. Начнем мы, по-моему, вот так лучше сделать. Муха здесь нам не нужна. Согласись. Так. А ну-ка. Упадет? Нет. И это плохо, кстати, ребят. Еще и захилялось, а. Ускоряется. Так, секунду, ребят. А что нам тогда лучше сделать? Давай, наверное, возьмем провокацию. Вот так вот. Теперь. Мячом рубанем. Огромным таким. Опа. Все, муха отдыхает, ребят. И начнем потихонечку, наверное, уже Бакстера. Стокмана разбирать. Заморозочка. А почему, кстати, слетела с него заморозка? Я не понял. Только что заморозил его, да? И все, оно быстренько слетело у нас. Хм. Ну-ка. Давай-ка попробуем пробомбить, ребята. Так. У нас защита усилилась. Шип. Е. Упал. Так, ну что же, Донни. Ты следующий у нас на разборку. Смотри, какой крепкий, а. Да ладно тебе. На. Ха-ха-ха. Монда Гека, ты зря. Зря ты тут выплясываешь мне свои кренделя с удара. Просто нахлобучили его. Ну что ты там? Рафик. В невидении, да? Типа мы его не видим. На самом деле мы тебя видим, потому что ты уже последний боец. Ай-яй-яй. Пробили. Ну, круто. Я тебе могу сказать одно. Мы с вами идем дальше. Но, естественно, в лигу следующую мы не перейдем. Потому что нам нужно сделать еще один бой. Мы где-то будем на 10-м месте, да? На 5-м даже. Хорошо. На 5-м так на 5-м. И выбираем, наверное, здесь Михаила, а? Да, возьмем, наверное, его. 32-й, 31-й уровень. Слушай, а у меня еще 30-нички не отыгрались. Вот что я тебе могу сказать. Вот. Возьмем, наверное, мы с вами Астрозуба в команду, да? И возьмем еще Микеланджело. А почему Майки я взял, ребят? Ну, потому что это хилер. У нас два хила здесь. У нас Донателло. Да? Ролевой. И Майки. Так, ну что же, по стандарту. Начнем с Кирбиса. Ты-тич. О-о-о. Это что такое было? Что за детский лепет? Что это за урон такой? Да ну, хорош. Ты посмотри, что творит. Да ну. Так, это уже, ребята, опасно на самом деле. Хиляться будем или как? Или подождем? Нет. Лучше я захиляюсь. Хотя хотелось бы мне, конечно... Вот. Вот. Чего я ждал. Будем стоять теперь в провокации. Хм. Гранаты бросает. Так, что-то мне... Да ты... Смотри, ребята. Он все массовые атаки применяет. Кирбиса уберем мы все-таки или нет? Ой-ой-ой. Что-то мне совсем не нравится, как у нас идут дела. Я вам серьезно говорю. Совсем не нравится. Я не могу даже Кирбис... Вот. Убрал только что. Ну-ка. Зажги. Танцпол. Что это за дела? Так. Донателла, да? Давай-ка, наверное, мы тебя нахлобучим сейчас. Отличный удар был. Добьем? Нет. Почему мои противники? Мои герои такие слабые? В чем проблема, в конце концов? Я не понимаю этого. Так. Замедляет меня, да? Он меня, ребят, замедлил. Провокация сейчас уйдет. И меня тут, ребята, разберут. Разберут в первую очередь, конечно же, Донателла Ролевого. Да. Хотел пройти без потерь. Но, как видите, не получилось. Опять же, немножко я лопухнулся. Блин, я боюсь, что мы здесь можем потерять и саблезуба. Да чтоб тебя, а! Не хотят падать. Ну, добьешь, добил. Рафик. У него Рафик намного сильнее, чем у меня. Хотя мой 31 уровень, а у него 30. Сейчас Крис, ребята, добьет. Минус второй боец. Вот так вот. Хотел. Я думал, ребята, знаете, что мы с вами за счет хила здесь вытянем эту боевку. Но, видите, ничего у меня не получилось. К сожалению. Как же вы меня, слабачки мои, меня нервируете просто-напросто. Вот что я хочу сказать. Просто нервируете. Вы до того слабы, что ничего не можете сделать, а? А почему они не могут сделать? Потому что они не прокачаны. У них не прокачаны скиллы. Да, уровень может быть и 30, даже может быть и 25. Но если у тебя прокачаны скиллы, ты можешь валить спокойно 35. Ладно, ребята. В элиту все-таки 3 звезды мы с вами добрались. Но я-то хочу дойти до Сюгуна. Такими темпами, пожалуй, мы дойдем с вами. Так, ну что. Выбираем тогда мы с вами, наверное, Мигеля. Да, это будет для нас оптимально. 33 уровень, да? 33. Хорошо. Возьмем так, сделаем с вами. Джастин. Здесь подведет меня, скорее всего, Джастин. И поэтому я хочу взять кого-нибудь более-менее крепкого. Вот, например, пульверизатор. Он, как и провокатор, неплохой. Да, и все-таки 51 уровень должен просто моментально нахлобучивать нашего противника. Так, ну что. Поехали, наверное, с провокацией. Не будем рисковать здесь. Так, и теперь... Опа! Заблокировал все-таки, а? Нужно убирать отсюда, по-моему, ребята, Бакстера Стокмана. Потому что я думаю, что он запустит своих маузеров. Он это может сделать. Да и, скорее всего, он это сделает. Ну-ка, попробуем лучом его прожарить. Слабо. Очень, ребята, слабо. Ну-ка. Джастин. Ты мне... Да, хорош, а. Ну, хорош, ну. Вот так всегда, ребята. Бомбишь, бомбишь и... И не сможешь добить даже. Понимаешь? У меня хиллера здесь нету. Вот что я тебе могу сказать. Хила нету. А это говорит о чем? О том, что мы сейчас с вами можем просто отдуплиться здесь. Кто у меня? Крис Брэдфорд хочет сходить. Ну-ка, давай-ка его проучим маленько. Проучили. Что ты будешь делать, а? Ну-ка. Ой, Джастин, зачем? Зачем масс... Сейчас... Нет, нормуль. Нормуль, пока терпим, ребят. Я думал, что мы сейчас с вами массовую атаку сделали. Естественно, он бы сейчас от всех тут наполучал бы. А он и так сейчас наполучает. Так, Кейси. Ну, давай. Выбора-то особого нет у нас. Замедлили, да? Слушай, ну что же это так отвратительно у нас все идет, а, ребят? Что же у нас идет все так паршиво? Хуже не придумаешь. Все. Я, короче, ребята, в следующий раз, когда будем играть... А знаете, что я сделаю? Я буду брать слабеньких вместе с двумя сильными персонажами. Не с одним, а с двумя. Потому что, ну, это не варик. Мне уже надоело вот это вот... Любоваться на то, как избивают у меня слабых моих персонажей. Видишь, он его пробить не может. Просто не может. По одному урону он наносит. На тебе, по коленочке. И, соответственно, у нас получается минимальный бонус. И мы с вами очень и очень мало получим кубков. Соответственно, никакого прогресса ощутимого не будет. 46-я позиция. Нет. До лиги сегунов мы с вами, скорее всего, не доберемся. Не хватит у нас наших персонажей. Так, 36-й уже уровень. Но, слава богу, мы уже добрались до 40-х. Кого бы нам тут взять-то лучше, а? Давай я возьму тигра и возьму вот так вот. Шинигами. Конечно же, нашего Едзимба. Ну что же, поехали. Вот это вот в первую очередь. Нам нужно усилиться. Да ладно, только лишь на... Только лишь на Бибопа, ребята, у нас контратака повесилась. Смотри, что делает, да? Смотри, что делает. Хоп. И все снял, и чистенький, да? Хорошо, Лео. Лежать и бояться тебе. Нормуль. Так. Бибоп. Ну-ка. Я, честно говоря, хотел атаковать его. А не антибаф на него вешать. Так, ну что? Получил свое? Давай-ка вот так попробуем. Он под уклонением стоит. Не стоит об этом забывать. Да хорош, Доня, успокойся. Ну-ка, пробей его. Молодец. Так, теперь Шархан. Ес. Массовый атакат Майки. Получи ответку. Теперь добиваем его. И, ребята, остается лишь Донателл один. Ну, давай. Да ладно тебе. Что такой слабый? Да, как-то напряженно, напряженно у меня все это идет. Но, тем не менее, ребята, мы с вами двигаемся, двигаемся потихоньку. И, тем более, я вам скажу одно. Это не показатель. Это не показатель, что мы с вами там быстренько дойдем до Сёгуна или еще куда-нибудь. Потому что нас так же все быстро и скидывает. Но лучше пускай скинут с высоких, да, пьедесталов, чем с низких. Потом будем с вами добираться до туда целую вечность. Рахим, Кристиан и Джастин у нас здесь. С кого мы начнем? Я думаю, что мы начнем с Рахима. У него довольно оптимальный такой вариант. Бронза, серебро и один золотой. Да? Один у них золотой. Это Майки. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Подожди. Мне нужен, по идее, провокатор. У меня кто-нибудь еще есть из провокаторов? Есть. Ребята, это у меня идет Рокстеди. Он провокатор. Но, по-моему, у него всего лишь на один ход. Но я думаю, что мы должны с вами, в принципе, разобрать. Ой-ой-ой. Укрепляет команду Майки вражеский. Ага, я тебя понял. А если мы... А давай ускоримся. Мы будем, ребята, с вами брать на скорость их. Пит. Надо же, смотри-ка, начал атаковать. Обычно он что делает? Обычно он в первом ходу хиляет. Непонятно, кого и зачем. Так, граната полетела. Ой, постепенно урон. А если мы вот так сделаем с вами? Четенько. Смотри, сколько урона нанесли. Хорош, Крис, успокойся. Так, давай-ка, наверное, вот так вот. Массовый плевок. Минус спид. Теперь вот так сделаем. Массовую опять атаку. Еще минус два. Ну-ка, слезни язычком. Минус Крис. И добиваем с вами Ваньку-стеранка. Ну, вот тут команда, скажу вам, сыграла по полной программе. Вообще великолепно, на самом деле. Так, ну что же, двигаемся с вами далее. В самурай две звезды перейдем после вот этого боя. И смотрим. Опять Кристиан здесь, да, у нас? Так, уже сороковой уровень идет. Хорошо. Я согласен. Сороковой уровень. Как раз то, что надо для нас. В принципе, ребят. Раз, два, три. Так, возьмем с вами, наверное, Сплинтера. И Хана. Хана Монтана. Да, возьму именно его. У нас здесь с вами есть Хилл. Это морозильная кошка, да? И довольно неплохие дамагеры. Это как, например, Донателло ролевой. Ух, давай-ка тоже усилим свою команду по атаке. Так, что он делает? Вешает иммунитет. Тоже с запозданием. Ну, а мы еще и пробафаемся. Хе-хей. Фух, ну что, понеслась? А, мы можем... Хотя ускорение у нас стоит. Давай, наверное... Давай снежком. По кому нам? По Донателло. Ролевой. Что вон там замерз? На. Нет, он не замерз. Ладно, он потратил свой последний Хилл. Больше у него Хиллеров здесь нету. И мы приступаем к разбору. Вот. Так, кувалдой в лоб для начала. Бумс. Ха-ха, упал. Так, теперь думаю, что нам нужно будет... Давай вот того Леонарда попробуем нахлобучить. Опс. Не вышло. Защиту вешает Донателло. А мы вот так вот. Нахлобучь, пожалуйста. Нет. Не вышло ничего у него. Да что ты будешь делать? Ты успокойся, а. Лео, что он такой крепкий-то? С чего вдруг? Я понимаю, конечно, защита, там все дела. Но не настолько же... Так, ты меня уже бесишь. Майки, да? Ну-ка, давай-ка. Попробуем его, ребят, прожухать. Так, нам, по-моему, порахиляться. Нам, по-моему, порахиляться. Ну-ка, рубани. Ух, Доник, круто ты сделал. Доник, ты видал как? Не из робких, ребят. Просто на отмашь. Теперь хил, конечно же. Отлично хилит морозильная кошка. Мне нравится. У нее самый, наверное, феноменальный отхил идет. Так, сейчас мы с вами Доника... Оп. Да ладно. Что такое? Ты... Тихо, 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 родной. Ты... Сейчас мне морозильную кошку, ребята, могут раскатать. Вот что я тебе хочу сказать. Давай я попробую на ускорение сыграть. Успеем, я не знаю или нет. Ну-ка, Майки. Ой, слабая атака. Ну-ка. И... Добей, пожалуйста, его. Есть. Ну, хотя бы здесь, ребята, у нас все получилось идеально. Никто не упал. Хотя морозильная кошка могла бы отдуплиться. Но мы выжили. Ну что же, Самурай 2 звезды позицию нам дает. Ух, 56-ю. То есть, вы хотите сказать, что мы в Лигу Самурайд 3 звезды можем залететь, да? В легкую. Ну что же, Родриго. Вот потому что тебя звать Родриго, я тебя и выбрал. Будем с тобой сейчас разбираться. Шреддер, Слэш, Лео. И я возьму какого-нибудь имбового. Имбового это будет у меня. Ну да, возьмем Бакстера Стокмана. У него две ланы, смертельные обе. Для этих команд, я думаю, достаточно будет и одной использовать. Так, ну что, массовая атака. Пинок. Какого-то. Это у нас еда от Криса Брэдварда, я так понимаю. Теперь постепеночку попробуем повесить. И один за другим должен упасть. Хотя мы их добиваем с помощью Шреддера. Ну. Изи. Вот тут называется, ребята, изи. Так, ну что же. Двигаемся дальше. Я думаю, что мы сейчас с вами взлетим. Ну, да. Самурай 3 звезды. Сотая позиция. То есть, два боя как минимум, чтобы в Сюгны попасть. Ну, меня это не пугает на самом деле. А вот Ахмеду сейчас не поздоровится. Сейчас ему, ребята, не поздоровится. Потому что я буду брать слабеньких, да? И одного сильного. Одного сильного. Это будет у нас железноголовый. Я думаю, что достаточно одного снаряда. И все. И Ахмед будет лежать и плакать. А может быть и нет. Может, меня сейчас распишут, да? И я буду лежать и плакать. Тут рандом, елки-палки. Ух. Лапекс. Молодец. Красава. Ты бич. Упс. Вам, ребята, не повезло. Майки в гневе. Майки в гневе. Конечно. Даже не пробил. Ладушки. Давай рубанем. Отлично. И Бейбоб. Твоя очередь. Да ладно. Лапекс. Почему-то вот кого-то она может бомбить на изи, да? А кого-то вот она не может. У нее, видимо, ребята, сопротивляемость плохая. Даже не сопротивляемость, а, скажем так, атака по определенному персонажу. Так, ну что, 51-я позиция. Еще один бой. И мы с вами в самурае должны быть. Если все правильно я прикинул. Ну что? Кеннет. Да-да-да. Вы правильно такие испуганные лица сделали. Потому что по вашей душе идет Рей. Они там кричат. Ну, кто не увидел, сейчас покажу, ребят. Как они там выглядят. Давай возьмем Бракзара. Смотри, ребят. Это они поняли, что я иду и испугались. Так, поехали. Ну, естественно, с провокации начинаем с вами. Так, Кирбис. Ты здесь лишний. На этом поле. Вообще-то вы здесь, ребята, все лишние. На этом поле. Поэтому надо быстренько с вами здесь разбираться. Ничего личного. Так, телепатия. Упади. Да ну. Серьезно, что ли? Кирбис. Он еще и хиляет. Он еще, ребята, хиляет. Кстати, он тоже не очень плохо хиляет. Я бы даже сказал, великолепный отхил у него. Так, ну мы пока-то с вами стоим. Пока стоим. Держимся. Пускай. Пускай они тратят все свои там суперудары, что хотят. Потом в дело пойдут наши суперудары. И тогда им не поздоровится. Так, хиляться я пока не думаю, не будем. Так, добьешь? Молодец, Эйприл. Так, Бибоб, да? Ты, я думаю, следующий, наверное. Да, елки-палки, я хотел Биб... Все не то. Все не так. Так, ну теперь уж по-любаську у ворот. Это уклонение у нас, ребята. Так, поехали. Ух, а что так вяленько-то? Почему, ребята, так вяленько идут у нас дела? Гранатку решил бросить, да? Ух ты! Смотри, ребята, как у него прокачан скилл граната. Ты видел? Вот так-то. Мы захиляемся с вами от греха подальше. Я не хочу рисковать. И не пробиваем. Есть. Да, чем дальше в лес, тем сложнее противник у нас. Ладно, не беда. Ну что, перейдем мы с вами или нет? Нет, к сожалению. Вторая позиция пока еще. Ладно. Рос. Слушай, а я хочу вот с Рос поиграть. Мне нравится там, как выглядит аватарочка. Так. Крысиный король. Ребят, ну по идее, вот если прикинуть, да? Он мне может сейчас всю малейну испортить. Именно этот крысиный король. Чем? Ну тем, что он ватный по сравнению со всеми. Даже Бокстер Муха, наверное, будет сильнее. Ну вот, смотри, видишь, они начинают сразу же атаковать именно слабого героя. И как видите, это у меня именно крысиный король. Так. Ну, ответочку на удар. А мы вот так вот вызовем с вами волну крыс. Тыч. Слабо. Ваня, ну-ка, покажи им. Так, ну Ванюш тоже как-то... Хил, что ли, опять? Опять хил. Ну, ладно, будем по-другому тогда разговаривать. Защиту поставил. У нас, кстати, тоже, ребята, тоже есть защита от Донателла. Так что пускай она там не радуется. Упс. Упал. А я еще вот так вот сделаю. На-ка. Отлично. И доби... Нет, не добьет. Муха у нас как атакующий очень слаб. Очень слаб. А вот Ваня, Ваня готов. Да ладно, Ванюша. Я уже думал, сейчас, ребята, еще такой прикинь. В тот ход был хил. И сейчас такой достает. И опять подхилился. Я вообще бы тут упал в осадок. Как так может быть? Где откат? Ну, тем не менее, мы прошли. Ну, и попадаем мы с вами в Сюгны. Правда, до двух звезд мы сегодня не доберемся. Не сможем. Не получится у нас. Александр, Влад и... Кто там? Махмед. Что-то у нас слишком много всяких Махмедов, Джамшутов. Ладно, давай начнем, наверное, мы с вами с Влада. 51 уровень противников. Раз, два, три. Так, раз, два, три. Зека возьму сюда. И... И, наверное, возьму Змейка Бьюна. Я рассчитываю, ребята, на массовые атаки сейчас, в данный момент. Кирбиса могут сейчас, конечно, убрать моментально. Они сейчас могут все ополчиться против него и просто запинать. Ах ты, хитрзадый, а? Ты смотри, что сделал. Уклонение. Попадем хоть сейчас? Ну, кое-как, ребята, попадаем. Давай вот так сделаем. Фух. А вот так вот. Нормуль. То есть, уклонение было у него слабо прокаченное. Ну, и за счет этого, естественно, мы, ребята, смогли их пробить. Ну, что же. Слушай, а может быть попадем все-таки в Лигу Сегунов? Это две звезды. Как говорится, не подкачаем, не подведем. Главное, чтобы у меня хватило персонажей. Опять кто-то у меня не в удел. И это у меня получается... Пускай будет карайка. Оригинальная карайка. А карайку-змею мы с вами взяли в этот бой. Начнем с уклонения, потому что оно у нас прокачано великолепно. Так, а теперь вертушка. И, в принципе, этого достаточно, наверное, будет. Да. Накрыл я их медным тазом. И это круто. Так, ну что. У нас, кстати, ребята, прокачан кто? У нас Острозуб. Соответственно, мы карточки сможем теперь на Острозуба искать. Главное, мне об этом не забыть. Ну, что же. В Лиге Сегунов две звезды мы с вами оказываемся. Да? У нас 75-я позиция. Я считаю, что, несмотря на две, опять же, две проигрочные партии, мы выбились. Так, ну что. Давайте поборемся, наверное, за осколки. Здесь у нас нормуль выдадут. Так, здесь, конечно же, мы в легенькую с вами пройдем. Это у нас получается 8, да, золотых осколков? Ой, серебряных. Здесь серебро пока еще. 8 серебряных осколков мы забираем. Потом 16. Ну, и потом, конечно же, уже пойдут золотые. Так, давай следующий бой. Опять же, тоже на изи, ребята, его разберем. Так, что нам сегодня запланировать еще поиграть? Давно я вам не снимал видосики по Magic Duel. Может быть, стоит сделать? Или же... Кстати, ребята, я хотел спросить. Может быть, мы будем параллельно снимать еще третью часть игры Kingdom Rush Origins? Вы мне напишите, потому что мы уже с вами снимаем, да, Frontier. И можно будет параллельно снимать еще одну часть. Сразу же, как говорится, две части брать в оборот, чтобы нам быстрее их пройти. Но, опять же, повторю, что Origins тоже будет из Steam-версия. Так, ну-ка, нахлобучиваем. Ну, здесь, ребята, на изи все у нас пойдет. Мы даже будем просто бомбить и справимся с ним. Без всяких там уклонений, бафов и так далее. Так, 8 золотых осколков мы с вами забираем. И вот теперь, где 16 золотых, здесь придется немножко попариться, наверное, скорее всего. Потому что, ну, не получается у меня с первой попытки его забомбить. По крайней мере, раньше не получалось. Сейчас мы будем с вами смотреть на результат. Так, погнали. Можно, в принципе, начать с уклонения. Упс, если успеем. Нет, успеем. Так, вот я ставлю, ребята, уклонение. И теперь будем самыми мощными атаками бомбить его. Так, хорошо. В кого? О, в майке. Не забываем, ребята, у него есть волна, которая... Так, а мы можем хильнуться. А ну-ка. Так. Рафик, отомсти. Теперь вертушка. Хотя можно было хильнуться. Нет, лучше вертушка. У-ух-ух-ух-ух-ух. А что так... Блин. Давай так попробуем. Постепенка повесите, пожалуйста. Есть. Так, постепенно урон повесили. Давай вот так вот сделаем. Так, и хильнемся Я лучше хильнусь Вот так вот Давай, давай, бомби Рафик, добей его, изи Никого не потерял, на 3 звездочки Обожаю, когда вот так все проходится у нас Ну что, в принципе, ребята, можно Сегодня закругляться, я на испытания Сегодня не пойду, потому что Ну, вы знаете, по стандарту мы испытания Начинаем проходить уже в следующих Как говорится, сериях, да Осколочки мы забрали Ярость Рафа, борцы с преступностью Кстати, борцы с преступностью Мы, по-моему, с вами, ага, на 3 звездочки Еще ни разу не проходили, и вряд ли Пройдем, сейчас посмотрим, кто Нам будет здесь вообще доступен Подожди-ка Ой, нет, ребят Слабенькая командочка, конечно, очень слабенькая Но, тем не менее До куда дойдем, до туда дойдем Немножко с вами ДНК, как говорится Пофармим, и все будет у нас изи Так, что у нас по героям Кстати, хотел проверить Леонардо ролевой У нас Где он находится? Посмотрим, сколько у нас вообще ДНК на него есть Где он? Подожди-ка Леонардо Ролевой Сейчас мы его найдем О, ребята, у него 13 ДНК всего лишь А нужно 80 То есть, долго нам придется на него Копить Навыки Живительный сок Подожди, ты со своим живительным соком Нам нужно Здесь обменяем На сюрикены Так, железноголового Тоже обменяем Крис Брэдфорд У тебя тоже, да, есть? Ага И у А, у Карайки уже навык идет Кстати, ядовитый плевок Давайте, ребята, выучим Плевочек Это хорошо Хотя я в основном Использую именно Гипнотический взгляд А я его называю Криком души Потому что По идее Она должна глазами что-то делать А она орет Не знаю, почему так Почему назвали Гипнотический взгляд Так Нейтрализатора Можем прокачать Не хочу, ребята Вот серьезно говорю Сейчас не хочу в данный момент Трогать его даже Так У меня у Рафаэля Сколько нужно еще До шестого, ребята? Ух Еще много Еще много И знаете, в чем проблема? Что я практически Все телепорты, ребят, потратил У меня там осталось Штук 20, по-моему А, даже 11 Нам нужно с вами 500 монет Чтобы я хотя бы 100 штук купил Иначе мы с вами Затормозимся Ну что, друзья На этом закругляюсь Всем большое спасибо За просмотр И обязательно увидимся В следующей серии Так что удачи И до скорого Субтитры сделал DimaTorzok